Добрый день! Хотелось бы поднять тему метастазов раков гипофиз как редкий вариант метастазирования в головной мозг. Перед собой мы поставили задачу описать клинические и радиологические особенности метастазов гипофиз, рассмотреть вопросы дифференциального диагноза с другими объемными образованиями хиазмальной селлярной области, а также поднять вопросы лечения. В последние десятилетия наблюдается рост чисто гипофизарных метастазов, что является отражением увеличения продолжительности жизни онкологических больных и использованием в нашей практике более чувствительных методов исследования мозга, таких как КТ и МРТ. Метастазы в гипофиз впервые были описаны в 1857 году Бенджамином, который описал случай метастазов гипофиз на аутопсии пациента с диссиминированной меланомой. Чуть позже, в 1913 году Кушинг сделал доклад о случае метастазов гипофиз. В литературе есть данные, что метастазы в гипофиз встречаются у 1% больных, подвергшихся трансфеноидальной хирургии, и на 5% аутопсии при всех видах рака. Обратите внимание на процент выявления метастазов при раке молочной железы. Метастазы в гипофиз дают опухоли любой локализации, но наиболее часто в гипофиз метастазируют рак молочной железы и бронхогенный рак, хотя, как правило, это часть общего метастатического процесса. Если говорить про клинику, то в первую очередь надо вспомнить анатомию хиазмально-селярной области. Гипофиз располагается в гипофизарной ямке турецкого седла кленовидной кости, по обоим сторонам от которого находятся зрительные каналы, где проходят зрительные нервы, которые, соединяясь, образуют хиазму. Гипофиз отделен от полости черепа отростком твердой мозговой оболочки, образующим диафрагму, через отверстие в котором он соединен с воронкой гипоталамуса. По обеим сторонам от гипофизарной ямки располагаются кавернозные синусы. Внутри синусов проходит внутренняя сонная артерия, первая ветра тройничного нерва, а также в определенной последовательности глаза двигательный нерв, блоковый и отводящий нервы. Также важно отметить, что гипофиз состоит из двух долей. Аденогипофиз или передняя доля, в котором находятся ацидофильные и базофильные клетки, вырабатывающие ряд гормонов. Ацидофильные клетки вырабатывают гормон роста и пролактин, базофильные клетки вырабатывают тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, а также фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. В промежуточной части передней доли образуются меланцид-стимулирующий гормон и липотропин. Аденогипофиз является ключевым регулятором эндокринной системы. В нейрогипофизе накапливаются гормоны, секретируемые в ядрах гипоталамуса, а именно антидиуретический гормон и окситоцин. Важно рассмотреть кровоснабжение. Кровоснабжение передней и задней доли гипофиза независимо друг от друга происходит. Нейрогипофиз получает прямой поток крови из системной циркуляции, тогда передняя доля кровоснабжается через отдельную систему портальных сосудов. Кроме того, задняя доля имеет еще большую площадь и прикосновение с твердой мозговой оболочкой. Маккорник в 1989 году сделал вывод, что задняя доля гипофиза поражается 85% случаев чаще, так как метастаз переднюю долю встречается только в 15% случаев. Выделяют основные четыре пути метастазирования. Первый путь – это прямое поступление через кровь в заднюю долю гипофиза с последующим ростом опухоли. Второй – это метастазы через кровь, попадая в стебель гипофиза, с последующим ростом в переднюю и заднюю доли. И третий – метастазирование через кровоток идет в спинку турецкого седла, а затем и в сторону гипофиза. И четвертый – через оболочки с поражением капсулы. Если говорить про клиническую картину, то на первое место выступают эндокринные нарушения, а именно несахарный диабет и недостаточность передней доли гипофиза. А также к частым симптомам метастазирования в гипофизе относятся поражение черепно-мозговых нервов. Следует подчеркнуть, что системные осложнения у онкологических больных могут маскировать дефицит гормонов передней доли гипофиза. Несахарный диабет – результат вовлечения в процесс стебля гипофиза или гипоталамуса. Диагностируется у 70% больных, 15 из них имеют при этом дефицит гормонов передней доли гипофиза. Ряд исследователей, тем не менее, считают, что несахарная моча измнорения встречается у всех больных с метастатическим поражением гипофиза. Передняя доля гипофиза – здесь имеет место быть как снижение функции, так и повышение функции. Гиперпролактинемия. Пролактин – это единственный гормон передней доли гипофиза, секреция которого постоянно подавляется гипоталамусом. Гиперпролактинемия возникает вследствие компрессии стебля гипофиза. Существует гипотеза о влиянии высокого уровня пролактин на интенсивность пролиферативного процесса опухолевых клеток грудной железы. Пролиферация клеток рака молочной железы может способствовать среда, богатая гормонами, а именно пролактином. Если говорить о поражении черепно-мозговых нервов, то на первое место выступает поражение зрительных нервов и хиазма. Наиболее часто это проявляется билатеральная гемианопсия, а также поражение третьего глазодвигательного, блокового и отводящих нервов. При больших размерах метастаз возможно возникновение анасмеи. При распространении опухолевого зла под направлением прозрачной перегородки или в лобной доли может возникать нарушение когнитивных и психических функций. Таким образом, предварительный диагноз мы можем поставить при внезапно развившейся несахарном диабете, афтальмоплегии, выраженной постоянной головной боли и онкологическом анамнезе. Если говорить про рентгенологические признаки, то наиболее распространенные изменения – это эрозия, деструкция и деформация турецкого седла, а также изменение размеров основной пазухи. Поставить диагноз метастаз в гипофиз посредством КТ или МРТ невозможно. Хотя быстрое увеличение опухоли с агрессивной инфильтрацией прилежащих тканей, интросупраселлярный рост опухоли, утолщение стебля гипофиза, склеротические изменения вокруг турецкого седла могут вызвать подозрения на метастаз гипофиз. Если говорить про дифференциальный диагноз, то в первую очередь дифференциальный диагноз мы проводим с аденомой гипофиза. На МРТ что метастаз рака, что аденома гипофиза выглядят как гиподенсное образование в режиме Т1 и с высокой интенсивностью сигналов Т2, равномерно накапливающий контраст. Поскольку несахарный диабет у больных с аденомой гипофиза встречается редко, это около 1% случаев, то считают его наиболее важным критерием в плане диагностики с аденомой гипофиза. А в тальмоплегии отмечается и при аденомах, в то время как поражение отводящего нерва почти всегда заявляет о злокачественном характере процесса. Но, тем не менее, диагноз всегда подтверждается гистологическим исследованием и иммуногистохимическим. Лечение. Лечение метастазу гипофиз, как правило, палеотимное и зависит главным образом от состояния первичного опухолевого очага и течения системного опухолевого процесса. Хотя оптимальная стратегия лечения все еще не определена. Хирургическое лечение. Показания к хирургическому лечению – это выраженный супраселлярный рост и глубокое поражение зрительных функций. При этом следует добавить, что хирургическое лечение может улучшить зрение и снизить интенсивность головных болей, тогда как функции глазодвигательных нервов обычно не восстанавливаются. Некоторые исследователи считают оптимальной тактикой лечения и выполнения трансфеноидального удаления опухоли в сочетании с радиохирургией. По литературным данным, оценивая эффективность только стереотоксической радиохирургии, установили, что данный метод позволяет снизить проявление несахарного диабета в 43% случаев и добиться регресса неврологической симптоматики в 50% случаев. Если говорить про прогноз, то прогноз всегда неблагоприятный, хотя и связано это с агрессивностью именно основного заболевания. Большинство пациентов умирают в течение нескольких месяцев после установленного диагноза. Средняя выживаемость не превышает 6-7 месяцев. По литературным данным, только 10% больных живут более одного года со времени установленного диагноза. Клинические случаи. В период с 1995 по 2015 год в нашем институте было прооперировано 5 пациентов с данной патологией. В 4 случаях первичный очаг располагался в молочной железе, у одного пациента в легких. При бронхогенном раке очаг, выявленный у пациента, был уже после поступления, поскольку первично преварировала симптоматика поражения именно гипофиза. Если говорить клинически, то метастазы проявляли себя в виде гормональных нарушений. У трех пациентов был выявлен несахарный диабет, у одного вторичный гипотиреоз. Поражение черепных нервов, дисфункция глазодвигательного нерва наблюдалась у четырех пациентов. Также у всех пациентов наблюдалось поражение зрительных нервов и хиазмы. Случай из практики. Больной 43 года поступил в институт с жалобами на головную боль без четкой локализации, снижение остроты зрения, жажду, частая моча и спускание до 4 литров, общую слабость, сонливость, снижение веса, снижение памяти. Анамнезаболевание. Около двух месяцев, когда постепенно появились вышеописанные жалобы. В течение последних двух недель у пациента появилась жажда, усиленная моча и спускание. На МРТ головного мозга выявлено объемное образование хиазмальной селлярной области, сдавливающее хиазму. Образование интенсивно накапливало контраст. На момент поступления состояние средней тяжести. Обратите внимание, что дыхание у пациента было жесткое и ослаблено в левом легком. Неврологически выражены интеллектуально-амнестические нарушения, левосторонняя пирамидная недостаточность в виде повышения рефлексов, синдром недостаточности антидиуретического гормона. По данным КТ органов грудной клетки, в левом легком выявлялось патологическое образование однородной структуры. В заключении патологическое образование правого легкого наиболее вероятен периферический рак. Осмотр специалистами, при осмотре эндокринологом было выявлено повышение уровня АКТГ в 6 раз. При осмотре офтальмологом было выявлено снижение остроты зрения, поля зрения были не изменены. Выполнено оперативное вмешательство пациенту бифронтальная костно-пластическая трепанация, частичное удаление опухоли, гистологическое заключение бетастаз альвеолярного рака. Гистологическое заключение подтверждено иммуногистохимическим исследованием. Нарастание неврологической симптоматики после операции не отмечалось. Наблюдался частичный регресс общей мозговой симптоматики. Несахарный диабет был купирован приемом минирина. Послеоперационный период осложнился развитием гнойного минингита, который регрессировал на фоне антибактериальной терапии. Длительность наблюдения за пациентом составила 3 месяца. Выводы. Метастаз в гипофизе – это редкое прижизненно диагностированное осложнение онкологических пациентов. Оно вызывает значительные эндокринологические, зрительные и неврологические нарушения, которые значительно снижают качество жизни пациентов и ухудшают прогноз. Хирургическое лечение, радиохирургия, химиотерапия на продолжительность жизни оказывают несущественное влияние, но улучшают качество жизни онкологических больных. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...